Всем привет, с вами Джейнкус и это третья часть вводных биографий персонажей Mortal Kombat 1. И сегодня мы рассмотрим пятерых оставшихся персонажей. Синделл, императрица Аутворда. Когда Синделл взошла на престол Аутворда, она беспокоилась, что не справится. Положение усугублял предстоящий брак по расчету с Джередом, дворянином Аутворда. Вынужденная пойти на это, чтобы усмелить мятежный регион, Синделл могла только молиться, что он окажется достойным человеком. К ее радости Джеред оказался идеальным мужем. Ранний период его правления ознаменовался началом Золотой Эпохи. Затем Синделл родила прекрасных дочерей-близнецов Мелину и Китану. Она благодарила богов за свою чудесную жизнь. Но Синделл поторопилась благодарить судьбу за благословение. Когда Джереда убили, ее сердце было разбито. Почувствовав слабость, стали формироваться группы, чтобы свергнуть ее правление. Пока ее враги плетут заговор, Синделл сражается, чтобы защитить свою семью и свою империю. Она сделает все, чтобы защитить права своих дочерей. Генерал Шао, верховный главнокомандующий армии Аутворда. Рожденный в гордой семье военного, у Шао не было выбора, кроме как стать солдатом. Но он был болезненным ребенком, и будучи умным и энергичным, его тело было слабо. Болезненность Шао привела его отца в ярость. Он выгнал врачей и разработал свою экстремальную программу для развития силы и выносливости своего сына. Годы тяжелого труда принесли колоссальные физические результаты и выковали в нем железную волю. И как и обещал отец, Шао стал идеальным солдатом. Его блестящее тактическое мышление и упорный труд принесли Аутворду множество побед, а ему самому огромную славу. Хоть генерал Шао и присягнул на верность императрице, прежде всего он служил Аутворду. И если правление Синдел когда-нибудь поставит Аутворд под угрозу, он будет первым, кто попытается это остановить. Нетара, героиня Ватернуса. Раса вампиров Нетары родом из темного и пустынного царства Ватернус. Чтобы выжить, они развили в себе способность питаться кровью других существ. Жители Ватернуса процветали, построив великое общество. Но чем более комфортной у них становилась жизнь, тем меньше они замечали происходящее вокруг. Они перекармливали создание Ватернуса, нарушая природный баланс. Это привело к тому, что теперь они вынуждены голодать. Священный долг Нетары избавить свой народ от голода и спасти свою расу. Ватернус должен выжить. Шансун. Коварный колдун. Шансун вырос в захолустье Аутворда. Слишком ленивый для тяжелого труда и слишком хитрый для честной работы. Он зарабатывал на жизнь продажей шарлатанских снадобий и поддельной магии. Несмотря на то, что его товар бесполезен, легкое обаяние Шансуна всегда помогало ему с продажами. Шансун смирился с такой нелегкой судьбой, но однажды его посетил таинственный незнакомец, пообещавшись сделать его могущественным колдуном. Несмотря на то, что он отнесся к этому предложению с подозрением, отказаться от него он не смог. Рейка. Верный лейтенант генерала Шао. Рейка был еще ребенком, когда его и его семью взяли в плен во время войны в Кафалахе. Несмотря на то, что его семья погибла, Рейка не переставал бороться и выжил. Проведя в плену несколько месяцев, Рейка был освобожден во время рейда генерала Шао. Несмотря на свой юный возраст и невысокий рост, Рейка напал на своих бывших похитителей и свершил свою кровавую месть. Впечатленный силой духа мальчика, генерал Шао сделал Рейка своим оруженосцем. Под его руководством Рейка постиг азы военного дела. Он стал исключительным солдатом и дослужился до заместителя генерала. Преданность Рейка генералу Шао не вызывает сомнений. Он живет и умрет, исполняя его приказ. Продолжение следует... Продолжение следует...